Здравствуйте! В специальном проекте интервью в прямом эфире, который предусмотрен был для всех наших кандидатов на канале Абаза ТВ, сегодня этой возможностью воспользовался кандидат округа Сухумского номер 2 Ахра Арестава. Добрый вечер! Ахра, я думаю, с самого начала будет уместно, если мы обратимся с некоторым таким поздравлением к дамам, к нашим с огромным удовольствием. Я предоставлю вам честь сделать это первым. А вы не ходите поздравить? А я позже. Хорошо. Все-таки ваш эфир. Я думаю, это справедливо. Добрый вечер, уважаемые избиратели. Добрый вечер, уважаемым ведущим. Поздравляю всех с наступающим праздником 8 марта. Желаю всем нашим женщинам быть успешными, быть уверенными в завтрашнем дне, спокойными и, наверное, самое главное, счастливыми. С праздником! С праздником вас наступающим, дорогие дамы. Все остальное, что должно доставить вам хорошие впечатления, мы предоставим завтра. А сегодня мы вам желаем огромного счастья, конечно, такого женского любви, обеспеченности и всего того, что сопровождает красивую жизнь дам. Итак, Ахра. Первое, с чего мы начнем, это мне бы хотелось просто, чтобы вы дали как бы некоторую такую оценку вот избирательной кампании, которая проходит вот сейчас. Какое ваше впечатление? Да, и в вашем округе, и вообще, и, наверное, это касается и всех тех проектов, которые идут на телевидении. И вообще атмосферы в общем. Ну, я, наверное, буду говорить все-таки о нашем округе. К сожалению, два эфира было, очень много проблем общегосударственных затрагивалось. В нашем округе начиналось все, конечно, скажем так, вяло, в связи с тем, что очень большое недоверие было людей. Это, там, много причин. Ну, сейчас уже интерес возрос, и люди стали более открыты, более откровенны. Больше и больше людей приходят на встречи. И сама атмосфера очень корректная в нашем округе, демократичная. У нас даже вот в витрина одного магазина висят 4-5 плакатов всех претендентов на эту ответственную должность. Людей, люди выговариваются, накопилась масса проблем, масса нерешенных, каких-то наболевших вопросов. Вы знаете, вот вообще само по себе выдвижение кандидата от округа, оно после того, как, например, кандидат станет уже депутатом парламента, потом как бы он несколько отстраненно существует от своего округа. И тем не менее, вот к нам по СМС-сообщениям приходят все время жалобы на то, что вот ваш район, именно ваш округ, он находится в таком плачевном состоянии. Конкретно идет даже разговор о том, что невозможно перейти улицу Эшба. Вот как вы прокомментируете это вот состояние и каким образом вы в дальнейшем собираетесь регулировать, если попадете в парламент, свои отношения с избирателями вашего округа? Ну, в первую очередь я на всех встречах озвучиваю о том, что я буду, планирую, если народ доверит такую миссию, открыть два офиса. Один на улице Эшба, кстати, на пересечении, чтобы жителям старого поселка тоже было удобно. Да, и второй офис в новом районе. Режим работы планирую, значит, раз в неделю в одном офисе, раз в неделю в другом, плюс помощники предусмотрены по законам, чтобы был доступный. Это очень важно, это наболевшее, прямо все об этом на всех встречах говорят. Что касается улицы Эшба, это была тоже встреча, я это слышал, значит, что женщина одна говорила тоже мне, что проблема большая перейти улицу Эшба. Ну, там комплекс проблем в районе. И это касается и дворовых, детских площадок, и школа разрушенная, это и, значит, вопросы с бесперебойным электроснабжением, вопросы бесперебойного водоснабжения. Я считаю, что это комплекс проблем, и он полностью связан, значит, с генеральным планом развития города. Я не хочу никого обманывать, но один депутат, он просто его не хватит в каждый двор, это и мусорные контейнеры, и там носиться по району. Не то, что не хватит, а он, в принципе, не сможет этим заниматься. Ну, что может депутат, может инициировать. Генеральный план города принимается, тем более речь идет о столице Абхазии. Я, как информирован, он был принят еще при Советском Союзе и закончился в 2010 году. И еще, когда был президентом Сергея Васильевича Багапши, речь о генеральном плане шла не только о городе Сухум, но и всей Абхазии, где должно быть расписано развитие дорожное, развитие системы коммуникации, это и вода, это свет, это канализация, развитие связанное с районом комплексное, сколько там должно быть детсадов, сколько школ, какой-то район жилой, промышленный, что там. Люди, конечно, должны это знать, и чиновники должны знать, и люди должны знать, план развития депутат может на это как-то влиять. То есть вы хотите сказать, что его надо принимать совместно с жителями, с их пожеланиями, совместно с администрацией города Сухум, с местными депутатами. И вот это надо делать скорее, чтобы люди были спокойны. Что касается улицы Ежба, она действительно, это артерия, это трасса. Там получается выезд с нового района, выезд со старого поселка, прилегающая, это Трапщ, улица, потом выезд с водоканала, и везде вот эти все районы соединяются одной дорогой. Я помню до войны, к сожалению, наша жизнь, до войны, после войны. До войны речь шла о том, чтобы закольцевать эту дорогу. Я думаю, вот это можно вопрос поднимать, чтобы, во-первых, с одного района в другой можно попадать было не только по улице Ежба, но и по другой улице. Если вот карту представьте себе в голове, то есть с водоканала через старый поселок, чтобы можно было попасть в новый район. Я думаю, это стоит, надо этим подумать и поработать. И это, конечно, разгрузит улицу Ежба. А сейчас жители просто просят хотя бы дополнительные пешеходные переходы. Может быть, какой-то один светофор между старым поселком и вокзалом. Еще хотя бы один светофор. Там это связано с детьми, с безопасностью. В общем, нужно это, конечно, делать. Ну, то есть вы это все увязываете, конечно, с тем, что нужно в первую очередь утвердить вот этот главный генеральный план. Это города, в котором, да, уже и избиратели ваши, и, собственно говоря, ваш округ номер два, да, уже может осуществить какие-то свои... Это огромная работа, конечно, там и ученые должны поработать, и специалисты по градостроительству, и специалисты по демографии, специалисты, скорее всего, министерства экономики. Ну, это надо быстро сделать, потому что люди устали, люди хотят знать. Вы знаете, вообще, да, к чему бы мы, какой бы теме мы не касались сейчас, вот, когда идут разговоры с кандидатами все время, идет тема реформирования. То есть идет разговор о том, как здесь сделать жизнь более обеспеченной и более достойной, как многие говорят сейчас, да, хотя каждый в этот вкладывает разный смысл. Но дело заключается в том, что всегда разговоры начинаются с зарплаты. Вот вы понимаете, раньше был разговор шло о том, что нужно поднять минимальный уровень зарплаты до пяти тысяч. То есть они его подняли, как бы власть это сделала, все-таки какими-то волевыми усилиями и так далее, но все-таки сделала. Но это волевое усилие, в этом не было какого-то системного подхода. Вот как вы видите в дальнейшем, каким образом может быть все-таки урегулирован этот вопрос, то есть когда зарплата не будет столь ничтожной? Я здесь не соглашусь, все-таки подход был системный, даже в среднем до пяти тысяч, потому что несистемно такой вопрос решить невозможно. Что касается самой зарплаты, то есть с точки зрения экономики, с точки зрения экономики, это вопрос не только социальный. Понятно, что люди хотят жить хорошо и достойно, это желание двигает вообще всю нашу жизнь и экономику в целом. Здесь вопрос еще есть чисто экономический. То есть у нас страна и экономика наша построена на потреблении. У нас нет там огромных заводов, фабрики, экспортно-ориентированных. В таких странах обычно, если мы возьмем ту же Португалию, Испанию, Грецию, значит, средняя зарплата в районе, ну, грубо до 30 тысяч рублей. Сейчас, это понятно, сумма фантастическая в среднем плане, но к этому надо стремиться, объясню почему. Значит, для того, чтобы наша экономика заработала хорошо и бюджет наш рос, надо идти к зарплате хотя бы в районе 15 тысяч поэтапно, постепенно. Это, куда эти деньги пойдут? Эти деньги пойдут в торговлю. Торговля, естественно, увеличится товарооборот, увеличатся доходы бюджета. Увеличатся доходы бюджета, правительство просто будет больше денег для того, чтобы решать и социальные вопросы в том числе. То есть, это логика. Без зарплаты, без роста зарплаты стимулировать торговлю невозможно. Единственная проблема на сегодняшний день для того, чтобы этот вопрос поэтапно решать, резко тоже поднимать, это не очень хорошо повлияет на экономику, это ввод платежной системы национальной, чтобы деньги из банков не выходили. Надо вводить пластиковые карточки, значит, надо стараться и людям пропаганда нужна, объяснить преимущества того, чтобы денег пластиковых, во-первых. Во-вторых, это тут же пойдет толчок, значит, банкиры смогут кредитовать. То есть, если у тебя зарплата 500-600 долларов или там до 20 тысяч, то можно будет брать технику в долг, телевизор и холодильники. Он не может даже и в рассрочку получать другие автомобили, допустим. Это будет большой толчок для экономики. Автомобили в рассрочку брать можно будет. А если еще больше, дальше пойдем и квартиры те же в рассрочку. Ну, каким образом вы представляете вообще изменить вот ту ситуацию в банковской сфере, например, когда очень трудно получить какой-либо кредит, даже самый минимальный, не имея такой возможности, все наши производства, малые и среднего уровня, они все как-то начинают, извините за выражение, хереть. Что в этом смысле вы предлагаете вообще? Мы же это обсуждали на прошлом эфире. В первую очередь, к сожалению, опять же, до этого был вопрос, что деньги выходят из банков. Это во всех странах люди любят хрустящие бумажки, но они постарались этот вопрос как-то решить, параллельно хотя бы. Там и наличные деньги, и безналичные деньги. Но в любом случае, если деньги лежат у меня дома или у вас дома, это может быть мне хорошо и вам хорошо, но в стране от этого плохо. Деньги, когда в общем котле для этого есть банк, тогда будет и мне хорошо, и вам хорошо, и банку хорошо, и стране хорошо. То есть деньги будут работать на те же кредиты. И сегодня денег в стране достаточно для того, чтобы мы могли решать, ну я имею в виду государство и страна в целом, очень большие и серьезные задачи. Но мы можем это решать только тогда, когда деньги находятся наши в банке. Для того, чтобы было доверие какое-то к кому-либо банку, естественно, я считаю, что единственный выход это, если создать какой-то государственный банк при участии правительства. Сбербанк, практика показала других восточных стран, где-то хорошо, допустим, Сбербанк России, да, они смогли вот это психологически переломить. Они тратят колоссальные деньги на рекламу, на имиджевую. И до сих пор они тратят... Потому что у людей в голове Сбербанк это как Сберкасса, в первую очередь. А не как банк, который может кредитовать, и где можно хранить, значит, зарплату свою получать или еще что-то. Мы тоже, я думаю, к этому придем. Безусловно, Сбербанк надо поддерживать, надо его развивать. И дополнительно финансировать не только за счет средств Нацбанка. Наш Нацбанк тоже не очень-то и богат. А если сегодня в торговле, вот импорт товара в прошлом году 13,9 миллиарда рублей. Ну, раз мы товар пришел, значит, мы его купили. Раз мы его покупаем, значит, у нас есть деньги. Это, ну, элементарно. Даже если убрать деньги, связанные с расходами бюджета, деньги, связанные по комплексному плану, все равно там возникает серьезная сумма. И этой суммы, если мы все вместе будем, помогая друг другу через банк, поможем и экономике, и сами себе, и стране. Вы знаете, вот, конечно же, один из таких главных моментов, в которых держится, собственно говоря, благополучие государства, это вот те производства, которые у нас есть. Малые, средние производства, производства есть. Но вот сейчас я слышал, что готовится какое-то некоторое постановление о беспошлиной торговле. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, существует ли в наших условиях сейчас достаточный сильный механизм защиты нашего производителя? Или вот такое решение может нанести урон мелкому и среднему бизнесу? Ну, было заявление министра экономики Давида Иродьяна. Это очень хорошее соглашение с точки зрения торговли. Я, как слышал, с абхазской стороны, оно вступит, ну, планируется, по-моему, он так комментировал, он давал интервью, с 2015 года. То есть у нас есть три года для того, чтобы те, ну, вы правильно сказали, да, есть проблемы, это, в первую очередь, связано с банковской сферой, это связано со страхованием, надо тогда вводить те механизмы, которые защитят нашего производителя, потому что, конечно, в таких условиях выдержать конкуренцию при кредитах в 24%, им будет очень сложно. Это рабочие места, особенно в нашем округе. То есть там люди могут с российским производителем без таможенной защиты не выдержать конкуренцию. Но я думаю, за три года можно справиться. А может, надо поговорить с владельцами, с директорами, и вот этот вопрос совместно подумать еще раз. Вы знаете, я должен вам напомнить, что у нас как бы время тоже ограниченное. На этот проект выделено 20 минут, и мы должны завершать нашу программу. Я бы хотел вернуться еще раз вот к этой теме, которая связана с нынешним проведением избирательной кампании. Вы как-то, да, не сказали о том, что все-таки вы так очень сдержанно выразились в отношении проводимой кампании, но мне кажется, что вот сейчас, к концу, тогда уже, когда заканчивается эта предвыборная гонка, появились некоторые признаки пиара черного. Да, и я знаю, что там были также включены вот какие-то вот эти списки, анонимные списки, и ваша кандидатура тоже. Как вы к этому относитесь, как вы это прокомментируете? Знаете, бред, ну, во-первых, мне было смешно, но это не касается нашего округа. Я не думаю, что это там очень большой список. И комментировать, ну, можно, допустим, комментировать, если кто-то скажет «Земля квадратная». То есть это полный бред. Но в любом случае, конечно, неприятно вот это вранье, удивляет и настораживает, вот с какой легкостью, значит, могут оскорблять. Я думаю, нам тоже от этого надо уходить и приходить, если есть у кого-то какие-то обвинения, к документам в цивилизованном русле. Ну, а так, что меня касается, я в Питере не работал, не жил, издательством всяким не занимался, я экономист, есть моя биография. А так, ну, бред полный, ну, и просто смешно. И закончим мы на хорошей ноте, это самое лучшее, что я могу сейчас придумать, это ваше обращение к вашим избирателям. К вашим избирателям. И к женской части еще раз. К женской части еще раз поздравляем с праздником наступающим. Что касается всех избирателей, я еще раз призываю прийти на участки, проголосовать для того, чтобы влиять на то, что будет в нашей стране в ближайшие пять лет. И своим выбором на это влиять, это очень важно. И верить в добро, верить в справедливость, верить в хорошее и достойное будущее. Вот так бы я сказал. Приходите и голосуйте. Приходите и голосуйте. Адам, мы еще раз поздравляем с наступающим праздником. Как в первый раз. Это такой тост есть у поляков. За здравье пани по расперший. За здоровье дам, как в первый раз. То есть вот с такими же свежими впечатлениями, когда в первый раз поздравляют дамы. Всего вам самого наилучшего. Доброго. У нас в гостях сегодня в студии был кандидат 2-го Сухумского округа Ахра Арестава. Спасибо вам. Вам спасибо. Всего доброго. Счастливо.